На финишной прямой. В это воскресенье жителям страны предстоит выбрать президента. Подготовку к дню голосования обсудили сегодня на совещаниях в Доме правительства и администрации столицы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сделать свой выбор и отдать голос за кандидатов в президенты жителям республики ничего не должно помешать. 18 марта в регионе будут работать свыше 1100 избирательных участков. Чтобы не допустить сбоев, экстренные службы переведут в режим повышенной готовности. Как часовой механизм эффективного взаимодействия, все органы власти должны работать на обеспечение вопросов, прежде всего, жителей тех или иных микрорайонов в городских округах или в населенных пунктах. Но органы власти должны создать благоприятную среду для работы участковых комиссий. В случае, если возникает аварийная ситуация, у нас предусмотрена мгновенная реакция и устранение данных нарушений. Мы обеспечиваем сегодня охрану всей избирательной документации. Важен каждый голос. К тем, кто на избирательный участок добраться не сможет, бюллетени принесут на дом. Для этого они должны заблаговременно информацию направить в соответствующую участковую избирательную комиссию. И очень важно при этом не допускать формального подхода, особенно в отношении тех избирателей, инвалидов, лиц с ограниченными физическими возможностями, тех лежачих больных, тех, кто на последних сроках беременности, либо только родили. Большая часть избирательных участков оборудованы в школах и дворцах культуры. Их приемка должна завершиться в ближайшие дни. На первый план выходят вопросы безопасности. За ходом выборов круглые сутки будут следить видеокамеры и сотрудники полиции. В администрации города планируют ужесточить и пропускной режим. Избирательный процесс будет находиться и под постоянным контролем активистов. В республике сформировали корпус общественных наблюдателей и центр мониторинга выборов. На каждом участке будут дежурить не менее двух человек. Это взрослые люди. Притом люди советные, подскажем, заключены такие договора, как с интериальной палатой, адвокатской палатой. Есть активные общественники, предприниматели. Ну и незначительная часть там есть и студенческая молодежь. В Центральной избирательной комиссии республики также отмечают, что за неделю до выборов необходимо с крайней осторожностью подходить к агитации за кандидатов. Нужно четко понимать разницу между агитацией и информированием. Информирование – это призывы прийти на выборы, чтобы каждый и сотрудник полиции, и гражданин, который оказался в СИЗО, и человек, который оказался в больнице в этот день, и тот, кто в транспорте передвигается, могли в этот день проголосовать. По оценкам экспертов, в республике ожидается довольно высокая явка – более 75%. Порыв в душу людей есть. Люди хотят иметь стабильную Российскую Федерацию. Люди хотят голосовать за будущее Российской Федерации. Люди хотят голосовать за будущее своих детей. Чтобы реальный сектор экономики развивался. И, соответственно, социальное самочувствие на несколько лет вперед. Выборы должны пройти в праздничной атмосфере. На каждом, даже самом отдаленном избирательном участке запланирована концертная программа. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.